Держи дерево. Сильноветвистый кустарник высотой от 2 до 4 метров. Произрастает на севере Африки, в Южной Европе, на юге России и Украины, а также на Кавказе и в Средней Азии. Цветки держи дерево очень мелкие, желтовато-золотистого цвета, собраны в редкие кисти, выделяют много нектара. Растение обладает как декоративными, так и лечебными свойствами. На ветках находятся колючки, одна из которых прямая, а вторая выгнута назад. Согласно легенде, именно из этого дерева был сплетен терновый венец Христа. Зиккурат. Ступенчатая культовая башня в древней Вавилонии или Ассирии, сооружавшаяся при храмах. Зиккурат – гора для молитвы, как бы соединяющая небо и землю. Зиккураты строились из сырцового кирпича, они не имели внутренних помещений. Ярусы Зиккурата соединялись лестницами или наклонными спусками, пандусами. Наверху находилось святилище. Наиболее известен Зиккурат – Этаминанке в Вавилоне, заново отстроенный в VII веке до н.э. Считают, что в основе легенды о Вавилонской башне лежит строительство Зиккурата. Пилоны. От греческого «ворота» – портал. Две высокие, узкие в плане усеченные пирамиды, с узким проходом-дверью между ними, составляющие монументальные входы в древнеегипетские храмы. Пилоны появились в 2050-х, 1700-х годах до н.э. Также пилонами называют массивные столбы, стоящие по сторонам въездов, входов, на территории парков, общественных зданий и т.д. К пилонам также относят столбы большого сечения, чаще всего прямоугольные, служащие опорой плоских или сводчатых перекрытий, например, на станциях метрополитена, либо в крупных зданиях. Пилонами также называют основные опоры подвесных мостов, к которым прикрепляют цепи или натяжные канаты. Симультанная декорация была распространена в средневековом театре, где было принято схематически обозначать место действия. Для исполнения мираклей и мистерий, имевших огромное количество эпизодов, на сцене сооружались беседки, каждая из которых имела определенное значение – храм, тюрьма, дворец и т.д. Например, два дерева изображали лес, бассейн с водой – море, украшенная беседка – рай, а голова дракона с раскрытой пастью – ад. Актеры переходили от одной беседки к другой, что означало изменение места действия. Принцип симультанной декорации использовался и позднее в театре бургундского отеля декоратором Мээло. С развитием сценической техники симультанные декорации перестали применяться.